Следующий важный вопрос. Что такое предсмертная болезнь или что такое опасная болезнь? То есть мы все время говорим, если человек находится в опасной болезни или предсмертной болезни, то он не должен выходить за третье имущество и тому подобное. Что такое опасная болезнь? Говорит, это такая или такая болезнь, которая обычно приводит к смерти. Так что люди не удивляются, если человек скончается от этой болезни. То есть если у тебя, допустим, насморк, не говорится, что это смертельная болезнь или у тебя головная боль, не говорится, что это предсмертная болезнь или опасная болезнь. Почему? Потому что если ты умрешь от насморка, люди будут удивляться. Ничего себе, умер от насморка, потому что обычно люди от насморка не умирают. А вот опасная болезнь, это такая болезнь, от которой если человек умрет, никто не удивится от этого. То есть это предполагается. И она обычно приводит к смерти. Говорит, определить то, какая болезнь является опасной, предсмертной или серьезной, а какая таковой не является, все это возвращается кому? К специалистам в этом вопросе, а конкретно к врачам. Некоторые из ученых по фигу сказали, в этом вопросе консультироваться надо не менее чем с двумя врачами. То есть консультация только с одним врачом не пойдет. Но правильным является принятие слова даже одного врача. Говорит, что этот врач должен быть религиозным. То есть не должен быть, допустим, грешником, не должен быть неверующим и так далее. Чтобы засвидетельствовать, что такая болезнь является опасной или нет. Говорит, что касается религиозности, то это не является условием. Говорит шейх Ибн Усаймин, но принимается слово специалиста в этих вопросах. То есть действительно качественного профессионального врача. Говорит, даже если он не будет мусульманином. То есть даже если он будет неверующий. Но этот неверующий врач говорит, что та болезнь, которой болеет ваш родственник, является опасной болезнью, после которой он действительно может скончаться, то все. Его постановление принимается и все действия, которые совершает наследодатель в процессе этой болезни, воспринимаются как действия, которые он совершает в опасной болезни, при смертной болезни. И за этим уже все постановления следуют. Если же врач-специалист скажет, что эта болезнь не является опасной, что он может скончаться, но это редко. То есть обычно от такой болезни никто не умирает. Если умирает, то очень редко. То такие постановления уже на него не распространяются. И он может отдавать в качестве подарков, в качестве садовка и так далее больше, чем треть имущества. Дальше.